Будущее страны за молодежью. По таким девизам в преддверии выборов президента России в культурно-досуговом центре «Юность» Новомихайловского городского поселения прошел урок гражданственности. Подростки делились знаниями политической сферы и призывали обязательно воспользоваться своим избирательным правом. Наш корреспондент Лиана Коблева обо всем подробнее. Не слушай того, у кого в программе нет слова о проблемах в вашей территории. Юные и активные. И уже задумываются о будущем страны. Как изменить политическую жизнь государства в лучшую сторону. Будущий избиратель задается этими вопросами. А значит, молодежь интересует, кто будет управлять Российской Федерацией. Мы хотим привить любовь к своей родине, патриотизм воспитать в детях и в подростках. И чтобы в будущем, когда они смогут отдавать свой голос, они не оставались в стороне, а активно участвовали в жизни своей страны. Выбирают тоже, как умеют. Никому претензий не имеют. Каждый выбирает. Для себя. Что такое выборы и так ли необходимо принимать в них участие? На эти вопросы подростки отвечают в игровой форуме. По словам участников и организаторов мероприятия, отдать свой голос – это и есть проявление активной гражданской позиции. Хочется, чтобы все все-таки пришли на выборы и проголосовали за наше счастливое будущее. Свою позицию ребята проявляют и творческие песни и стихи о России. Вот гражданская позиция молодого поколения. А в конце урока – небольшой аукцион правовых знаний. Есть ли место молодому человеку в жизни государства? Может ли каждый из нас твердо и уверенно сказать – я гражданин. Я понял, что когда я вырасту, я всегда буду ходить на выборы. Потому что это важно. Люди должны ходить на выборы. Не будет же президента, если не будет выборов. В год российской государственности в школах уделяется особое внимание основам конституционного строя России. Для современных школьников понятие гражданин – гражданственность, избирательное право – уже не знание, а часть повседневности. А будущее, как ни крути, за молодым поколением. Леона Коблева, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.